Железка, жалеть начинает. Вы понимаете, глупые вы женщины. Вы глупые, глупые женщины. Очень хочу записать это видео, но когда сажусь записывать, то думаю, ну вот что я сейчас скажу людям? О том, что к братьям нашим меньшим надо относиться так же, как вы хотели бы, чтобы относились к вам. Ну разве люди этого не знают? По-моему, две тысячи лет уже мы слышим это отовсюду. Мы это знаем, и мы сами можем рассказать кому угодно о том, что так надо поступать со всеми. Но все же взрослые люди, все взрослые. Но почему-то каждый день, почти каждый день, когда я выхожу кормить птицы, я специально делаю это на виду у других людей, для того, чтобы люди не забывали, для того, чтобы напомнить людям, что у нас должны быть глаза. У нас должны быть глаза для того, чтобы замечать все, что вокруг нас, что кто-то просит о помощи, кто-то нуждается в помощи, но не может сказать об этом. Для того, чтобы люди это видели, и когда-то они тоже придут к такому же мнению, как и я. Меня удивляет, что в образованной Москве существуют люди, которые думают, что на сегодняшний день птицы в дикой природе, в частности в городе, могут прокормиться сами. Вы поймите, что это не Советский Союз, когда не убирали листво, и под листвой было многих насекомых. Это не натуральное, как правило, кровяное покрытие, а искусственное кровяное покрытие. Сами знаете, что в квадратики вырезаются очень скотный корневой слой, под которым не может быть никаких насекомых, а следовательно исключается эта животная пища для птиц. Вот таким рулонным газоном покрываются сейчас грунтовые поверхности в Москве. Вы не замечали, что раньше, вот еще два года назад, после дождя, весь тротуар в Москве был усеян дождевыми червями. И в эту осень, если вы найдете 10 червей на асфальте, на тротуаре, по дороге, то это будет хорошо. То есть дождевых червей за отсутствием специальных каких-то мероприятий по их сохранению уже нет. Зато валяются везде бычки от сигарет. Сейчас, к сожалению, не та ситуация, чтобы говорить о том, что дикие птицы могут прокормиться сами в природе, даже в городской. Вот, если считать село, то сами знаете, что сельское хозяйство у нас сейчас не в очень хорошем состоянии. Не все сельские хозяйства выращивают зерновые. В частности, там, где мы проводили самоизоляцию, в селе Солодушино, в Волгоградской области, нет никаких посадок пшениц. Да и других тоже нет. Следовательно, птицы нечем покормиться, прокормиться даже не в снежный период, даже в такой период, когда на полях можно что-то найти. А если уж все покрыто снегом, то, естественно, они вообще ничего не найдут под снегом. Вот. И в городе то же самое. Отсутствие этого самого натурального травяного покрова, в котором скрываются личинки, червячки, другие насекомые. Вот. Отсутствие кормовой какой-то базы, несмотря на то, что сажаются именно кустарники, которые дают как подкормку этим диким птицам. Деревья, в частности, рябина. Появились у нас даже барбарисовые кусты, шиповничьи кусты. Все равно от этого мало. Все равно, несмотря на это, птицы гибнут. Если в этом году я в школьной кормушке даже летом плала зерно, вот, несмотря на это, все равно этого мало. Вот. И в частности, даже скажу по школьной стае, если не подкармливать летом, то весной, после зимы, этих птиц, воробьев, гораздо меньше. В разы меньше, чем если подкармливать птиц. На самом деле, наш мир не такой незыблемый, как может показаться на первый взгляд. И все это равновесие, весь этот баланс очень шаткий. На самом деле, достаточно одного года, когда морозы удалят не тогда, и с большей интенсивностью, чем обычно. И этого хватит для того, чтобы уничтожить некоторые виды животных, птиц, некоторые виды растений. Мне приходит на память не столь давнее положение с абрикосами, Волгоградской области. Мы жили с сыном Волгоградской области. Он там родился, в городе Николаевск, Волгоградской области. И одно время, ну, у нас вообще был там абрикосовый край. То есть люди еще кавказской национальности, дальнобойщики, приезжали, закупали много абрикосов. Люди приносили ведрами. Вот, сдавали эти абрикосы. Абрикосы росли в каждом дворе просто так, и специально посаженные, и просто как дикушки вырастали. Люди сдавали и получали какие-то деньги. Вот. Затем наступил такой период, когда с засилием этих кавказских дальнобойщиков стали как-то бороться местные дальнобойщики. Проводилась какая-то кампания, чтобы им что-то не продавать. Может, тому были какие-то причины, я не знаю, я была далека от этого. Но в одно время у нас как-то исчезли эти дальнобойщики, появились местные какие-то машины, которые возили какие-то продукты сельскохозяйственные из других регионов Российской Федерации. И почти одновременно, наверное, с этим, может, чуть попозже, исчезли и абрикосы. Просто, наверное, в один из годов морозы ударили не в то время. Или, может быть, этому способствовали какие-то другие климатические условия. Но абрикосы все вымерли. Специально даже мы сажали во дворе абрикосы. Несмотря на то, что они нам за столько лет надоели, мы прожили деревню в селе 7 лет, несмотря на это, мы все равно хотели посадить какие-то абрикосы, но они у нас не приживались. Не знаю, по какой причине. И только где-то в году, в 19-м, в 20-м абрикосы стали восстанавливаться, стали свести те деревья, которые много лет находились в каком-то спящем положении. Вот и не давали урожая, они стали как-то расцветать и даже давать абрикосы. Может быть, через лет 10-15 в Волгоградской области, в частности на юге, снова возродится край абрикосовая изобилия. Я не знаю. Но для меня это было показателем того, что не все так незыблемо и не все так прочно, как нам хотелось бы и как нам кажется. Могут наступить такие времена, когда в один год или за один месяц или даже за одну ночь все может рухнуть, то равновесие, тот баланс, который есть на сегодняшний день. По этому поводу я хочу вам рассказать одно мое видение. Я увидела землю как небольшой такой шар. Я увидела ее сверху. Она была такая голубая, красивая. Она находилась в какой-то такой полупрозрачной беловатой дымке молочной. Эта дымка пронизывала всю землю и то пространство возле земли. И я на это смотрела, и в какой-то момент я услышала внутри себя голос. Это был голос Бога. И Он сказал мне, «Ты видишь, какая красивая земля?» И эта земля может исчезнуть в один момент только потому, что наш Бог Иисус Христос перестанет любить тех, кто населяет эту землю. И я почувствовала, что вся вот эта беловатая полупрозрачная дымка – это и есть то поле, в которое вмещается любовь нашего Создателя. И если вот это, казалось бы, очень хрупкое, очень такое неконцентрированное поле, оно как-то разрушится, и что-то перестанет внутри этого поля быть связующим звеном, то вся эта земля рассыпется в прах. Я почувствовала это. Я в какой-то степени даже, наверное, представила это, когда земля рассыпется в прах, только потому, что её перестанет любить Иисус. На самом деле нам кажется, что мир сейчас какой-то другой, техногенный, технократный, технический, цивилизация и тому подобное. Но на самом деле простые человеческие качества, они как были сколько тысяч лет назад, так они и остались. По-прежнему эти человеческие качества либо есть в человеке, либо их нет. И как помните, случай с Лотом, Бог, ради кого ты оставишь живыми этот народ? А если будет их 50, а если будет их 40, а если будет их 5, а если таких людей-праведников будет 2, сохранишь ли ты землю? И мы думаем, что на сегодняшний день всё это не так, всё поменялось, что мы живём благодаря тому, что мы запускаем ракеты в космос, благодаря тому, что мы строим такие крепкие дома, благодаря тому, что наш уровень цивилизации уже настолько высок, что нам ничего не грозит, что мы будем жить, мы будем жить тысячи лет, миллионы лет. На самом деле это не так. На самом деле мы все, мы все живём только потому, что какие-то святые, какие-то святые молятся каждый день о том, чтобы не было войны Третьей мировой, о том, чтобы Бог смилостивился над нами и оставил нас жить, для того, чтобы не уничтожил эту планету, как уничтожил уже многие цивилизации, атлантов, гиперболеев и других каких-то очень умных, очень развитых существ, которые были до нас. И нам опять дан шанс, чтобы оставаться людьми, чтобы быть такими, как Бог, чтобы уподобиться Ему. Но мы этого не понимаем. Мы не понимаем этого. Мы что? Предаём Бога? Предаём Бога тем, что не оставляем шанса каким-то человеческим чувствам жить в нас, развиваться. И это грустно, конечно. Это грустно. Потому что в конце концов всё имеет ценность только потому, что в этом самом есть истина. А истина в том, что нас создал Бог, Иисус Христос искупил своей кровью наши грехи. истина в том, что мы живём благодаря тем праведникам, которые молятся за нас и которые есть пред Богом те, ради которых Иисус имеет надежду, надежду на человечество, что мы когда-нибудь уподобимся Ему. Мы это всё забываем. Мы это, к сожалению, забываем. Мы сейчас много в интернете видим и слышим христианских видеороликов, речей премудрых, появились даже женщины-богословы, которые нас учат чему-то. Мы рассуждаем так красиво и умно обо всех этих церковных понятиях. Многие знают наизусть срочки из Библии. Мы все ждём грядущего царя, который придёт и скажет нам умные речи о том, что человечество кто-то обманывает, заговор против человечества, определённых слоёв слишком умных людей, которые хотят покорить всё остальное человечество ради выгоды, ради того, чтобы самим жить очень красиво и вольготно. Мы не думаем, наверное, о том, что ничего не поменялось. Так же, как и 2023 года назад посланник Божий и утешителей, утешитель, которого мы называем грядущим царём православным, придёт ровно для того, чтобы сказать и повторить то, что повторил Иисус Христос, что мы должны относиться с любовью, пониманием, милосердием друг к другу и ко всем живым существам, которые населяют нашу планету. Я думаю, ничего нового Он нам не скажет. Так же, как было 2000 лет назад, когда все люди ждали Мессию для того, чтобы Он освободил их от римского владычества, точно так же и мы сейчас ждём Мессию для того, чтобы Он освободил нас от владычества масонов и им подобных. Но мы забываем о том, что царство грядущего царя не от мира сего. И Он не будет таким же, как наши правители сегодняшние распоряжаются обстоятельствами нашей жизни. Он не будет распоряжаться обстоятельствами нашей жизни, когда придёт. Царство Его не от мира сего. И Он придёт точно так же, как Иисус Христос и повторит судьбу Иисуса Христа. Утешитель и Искупитель. Когда я слушаю все эти предположения о том, каким же будет этот самый грядущий наш царь, у меня создаётся какое-то понимание, что существуют ложные представления, не знаю, чем они навеяны, возможно, теми самыми ложными мыслеобразами, которые пускают в информационное пространство определённые существа. Но по моему мнению, по моему разумению, опять же повторю, я могу ошибаться, царь грядущий во-первых, будет носитель нескольких царских кровей. Он будет последним царём не только для православных христиан, но и для мусульман, и для всех остальных людей, потому что в нём будут царские крови не только русского царя. это во-первых. Во-вторых, он не будет назелён властью, как правитель в нашем обычном человеческом понимании. У него будет власть от Бога. во-вторых, то, что мы говорим, что вот царь, ему даны какие-то полномочия, о которых он знает. Да, царь знает, что он будет царём, но он не принимает, во-первых, этого, потому что никаких серьёзных предпосылок для этого у него нет. Да, ему были какие-то видения, говорят о том, что он будет царём, но он не верит, потому что нет ещё никакого посыла, во-первых, от Бога, который даст ему, как сказала Славочка, именно силу, именно силу, которую уже, как говорится, он примет, и он подчинится воле Бога. А до этой поры он просто ничего не хочет об этом слушать, не верит этому, хотя знает, что он будет этим царём. Признаки, кто-то скажет, что он черноволос, кто-то скажет, что он русоволос. на лице шрам, на правой руке шрам, высок, неход, беден, почти нищ, не имеет паспорта того государства, в котором он живёт, не имеет работы. судьба не сказать, что лёгкая, не сказать, что лёгкая. По материнской линии. перейдут ему корни люликовичей. Будет он носителем нескольких кровей. Что ещё? Молот, то есть это не какой-то там 1974 год, как говорят, не какой-то 80-й год, 84-й, как говорят, моложе. На сегодняшний день девственник. Ходит православную церковь. Православный. Православный. Нельзя сказать, что монархист. и нельзя сказать, что отрицающий, непоминающий. Вот всё, что я знаю. Остальное нет Божьей воли говорить, рассказывать и открывать. Вот. для каждого народа последний правитель, грядущий царь, скажет то, что, наверное, они не готовы услышать. В отличие от того, что ожидают они, наверное, христиане ожидают то, что он скажет, что христианская вера самая истинная. Мусульмане думают, что он скажет, что ислам будет править на всей земле, это истинная религия. Вот. Может быть, буддисты скажут, что самая истинная религия это буддизм. Нет. В отличие от ожиданий наших, грядущий царь скажет, что мы должны жить в мире, согласии, любви и понимании и быть милосердными по отношению друг к другу и по отношению в том числе и братьям нашим меньшим. Ничего нового, все так же. Это все просто. Но почему-то это так тяжело выполнимо. в связи с этим мне вспоминается на встрече, не помню с кем, по-моему, это был какой-то священник. И встреча была с молодежью и один молодой человек встал и сказал, скажите, а что такое Бог? Только не надо говорить о том, мы уже это все слышали и знаем, эту избитую фразу о том, что Бог есть любовь. Можно как-то поконкретнее, как-то так позаумнее сказать, а что есть Бог и кто есть Бог? У меня всегда вопрос этот стоит в голове и наверное сейчас я наконец отвечу на него, что Бог Бог есть любовь. Такое простое, избитое, элементарное слово Бог есть любовь. Но почему до нас никак за две тысячи лет с лишним не может это дойти? Мы не можем этого понять. Наверное, потому что это на первый взгляд очень простое, элементарное понятие является таким сложным, таким недоступным для понимания, что мы всегда ищем какой-то другой ответ. Что же такое Бог? Да, в один из периодов в жизни я тоже задавала себе вопрос о том, кто же все-таки Бог-то. Много имен, кто-то говорит Аллах, кто-то говорит еще какие-то другие слова. А что же такое Бог? Кто у нас Бог? Может как-то надо и по-другому обращаться к Богу? Не Иисус Христос. Иисус Христос же всего лишь Сын. Может надо обращаться к Отцу. Вот. И с этим вопросом я как-то любила спать однажды. И во сне мне ответ был. что Бог ваш Иисус Назарянин. Иисус Назарянин, который пришел к нам в виде простого человека, не царя земного, в виде простого человека и въехал в известный город на Ослике. Он мог и пешком прийти, наверное мог на коне прийти и на карете, но он объехал на Ослике. Однажды на поминках своего родственника зятя мужа моей второй сестры Елены приехал его родственник, которого я раньше не видела не видела все остальные как-то сказали наверное с небольшим осуждением, что этот человек, этот мужчина, дядя моего зятя бросил свою семью с двумя детьми свою жену и ушел в какой-то монастырь горный в Казахстане в поисках истины. И мне как-то довелось с ним поговорить немного и он сказал ты знаешь грядет апокалипсис я понимаю что я не знаю что такое спасение вот спасение спасение я не могу понять что это за спасение и в поисках каких-то своих внутренних вопросов я решила уйти в монастырь решила уйти от этой мирской жизни я ему помню сказала зачем же уходить так далеко все же вот это понимание оно внутри нас потому что Бог будет судить по сердцу и это и это самая черта между теми кто спасется и кто не спасется что нас спасет и что нас не спасет оно проходит в нашем сердце и он сказал ты говоришь как Павел но я была настолько далека что я просто знала имя Павел апостол и больше ничего про него не знала и прошло несколько лет прежде прежде чем я узнала что в одной из прошлых жизней моя душа была также в душе апостола Павла вот и поэтому наверное мне очень близко вот это понимание вот это понимание сути сути того что есть Бог что все все что нас спасет оно находится в нас в нашем сердце и рай которого мы кто достигнет а кто не достигнет вход в этот рай находится в нашем сердце да сам рай существует и он очень далеко но вход в этот рай он находится в нашем сердце не надо далеко ходить не надо куда-то далеко ехать для того чтобы найти истину надо просто жить осознавая все что все что происходит вокруг все это пропуская через себя уметь видеть уметь чувствовать вот и надо все вот это переживать с той точки зрения с которой бы вот нам кажется что Иисус именно так делал так переживал и так это видел вот все просто все гораздо проще чем мы думаем вот 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 Продолжение следует...